Судя по информации Генштаба, наступление началось. Если позавчера сводка показала почти 800 ликвидированных оккупантов, то сегодня более тысячи. Рашисты потеряли даже не просто 1010, а плюс один или 1011 голов личного состава, потому что еще один потенциальный оккупант, который пока не попал под мобилизацию, ликвидирован вдали от линии фронта. Если быть более точным, мобилизационный ресурс оккупационной армии уменьшила акула, счастливчик как раз соответствовал параметрам тех, кто еще вчера был гражданским, а сегодня уже в Украине пытается нас убивать. Это событие облетело всю сеть, но только потому, что появился новый исполнитель акула, а вот уже полтора года тоже делают лисы, волки, другие дикие животные, а также собаки, коты и, конечно, свинки. Орки показывают полное пренебрежение к эвакуации не только своих трупов, но и подранков. Периодически животные делают то же, что вчера показала египетская акула, но это стало настолько привычно, что об этом уже никто и не говорит. А вот скрепных кормят триллером в Хургаде вместо оглушительной статистики потерь на развязанной ими войне. Так, вчера было уничтожено 18 танков, что также показывает уровень активности боевых действий. Свежая сводка говорит о 10 утилизированных танков, и это хоть и меньше, чем вчера, но намного выше среднего по палате. Конкретных данных о том, куда и что движется, будет сумбурно много, но все это носит неофициальный характер, совмещая в общем потоке все, включая дезинформацию. Во время активных действий ВСУ стараются по максимуму ввести в заблуждение оккупантов. Единственное, о чем можно сказать наверняка, это о массированных ударах по тылам рашистов. Каждые сутки приносят массу сообщений об уничтожении объектов логистики и мест дислогации личного состава. Вчера, например, что-то серьезное прилетело в Луганск. По крайней мере, оттуда писали очевидцы, что, судя по огромному столбу черного дыма, это была какая-то жирная цель, потому что примерно в одно место попало от трех до шести тяжелых боеприпасов. То есть целились непосредственно туда, и цель действительно этого стоила. Командование ВСУ приоткрыло некоторые детали удара пару дней назад в южной части Донецка. По горячему никто толком не мог сказать, что это было. Оказалось, что атаковано место дислокации Дон Донов, и там получился неплохой кебаб. Сегодня ночью что-то горело в Бердянске. Тылы рашистов еще никогда не ощущали на себе такого давления, и это только начало. Рашисты проводят тотальный мониторинг всего, что попадает в сеть. Совместно с китайцами они создали систему фильтрации данных, которая по определенным алгоритмам выдает сведения, на которые стоит обратить внимание. Так что сейчас поступает информация, трансформированная специальным образом, и надо просто опираться на официальные данные. И еще один момент. Наступление приносит увеличение общих потерь, наших в том числе. Потери неизбежны со всех сторон. Кроме этого, у нас потери в тылу. Вчера российские террористы в очередной раз совершили ракетно-дроновую атаку, выпустив в общей сложности 6 крылатых ракет и 16 шахедов. В результате силам обороны удалось часть из них сбить. Прилеты фиксируются в местах, которые не представляют военной ценности для рашистов, и поэтому там отсутствует плотное прикрытие системами ПВО. У Москвы сломан механизм безнаказанности к ней, хоть пока и в мизерном объеме, но уже стало возвращаться то зло, которое она несет. Шебекина можно считать легким эскизом того, что ждет помойку завтра. Причем минусовать себя они будут сами, без посторонней помощи. Это не фантазии. Месяц назад невозможно было представить то, что сейчас происходит на территории Белгородской области. И раньше никто бы не поверил, что гауляйтер Крыма Аксенов публично скажет, что Путин будет вынужден изменить цели специальной военной операции. Даже до них стало доходить то, в каком направлении все развивается и во что выльется. Тем временем уровень воды в подтопленных районах Херсонской области стал снижаться, и скоро мы увидим действительные масштабы военного преступления. Так, замглавы ГУР Юсоф сообщил о том, что уже есть данные, кто непосредственно стоит за взрывом дамбы. Это был намеренный подрыв внутри дамбы, и это обеспечила штатная команда саперов. А также там находилась дублирующая команда, которая готова была выполнить приказ при отказе штатной. Кроме того, команду на подрыв давал лично Путин. Из разных источников поступили данные о том, что сейсмические станции зафиксировали взрыв, в результате которого и разрушена дамба Каховской ГЭС. Поэтому рассказы всевозможных специалистов о саморазрушающейся дамбе делают их соучастниками военного преступления. Одной из форм соучастия является помощь преступнику в заметании следов и попытках уйти от ответственности. Следствие по основному преступлению начато, а те, кто пытается прикрыть организатора, формально становятся соучастником. Уничтоженный вымороженный марик, заваленные в подвалах жители, фильтрационные лагеря для десятков тысяч людей, пыточные в изюме с ошейниками, снесенные ракетами вокзалы, подъезды, магазины, изнасилованные женщины и дети. Трудно сказать, что в этой войне не повторил кремлевский режим из 40-х годов прошлого века, что уже тогда однозначно считалось дикостью. А из РФ все это время неслось только «Вы все врете, калибры не закончатся никогда и точно в цель». Вы думаете, они не понимают, что обстрел лодок, эвакуирующих людей из зоны крупнейшей техногенной катастрофы в Европе – это военное преступление, нарушение законов и обычаев войны? Окупанты аплодируют страданиям жителей Херсона, потому что помнят липкий страх, когда бежали ночью по понтонам рядом с приходами нашей арты? И помнят жгучий стыд, когда херсонцы устроили праздник после того, как оккупантов вышвырнули из города? Весь мирок россиян, в котором они освободители от бендер, рухнул. Вся пропаганда про «Россия здесь навсегда» и «своих не бросаем» распалась на глазах. Осталась только ненависть оккупантов к местным. Война сегодня идет за территорией. Где будет пространство свободного мира, а где – Северная Корея? Попасную проще срыть, чем восстанавливать. Углидар – это поклеванный огнем остовый панелек. Есть поселки, в которых электричество пропало 24 февраля и больше никогда не появлялось. Плотину отстраивать минимум 5 лет. Первые урожаи с бустом из оросительных каналов восстановленного водохранилища получим лет через 7. Рыба из ставков, перемешанных с машинным маслом, пестицидами и всем гниющим – вообще вопрос отдаленный. Мы опять то самое поколение, которое, хоть не мы, так наши дети поживут. Просто экономьте нервную энергию. Кого там растерзали акулы и попугаи, через неделю не вспомнить. Сосредоточьтесь на деле. Ничего не закончено и не решено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова